От старта до финишем. Нужно не пробежать, не проехать и даже не пройти. Главное – качественно пролезть. Каждые полгода в Ульяновск со всего Поволжья съезжаются клаймберы. Те, кто любит залезть повыше, почувствуют себя на пике экстрима. Это весной на фестиваль по скалолазанию приехали полсотни участников. Проверяли свои силы профессиональные спортсмены-любители болдерингом. Это лазание по серии коротких, но достаточно сложных трасс. Трасса – это то, как мы измеряем силу спортсмена на маршруте. Задача в болдеринге у каждого скалолаза пройти как можно больше маршрутов. Трасса состоит из старта и стопа. И, собственно, только эти элементы в трассе фиксированы. При занятиях болдерингом не используется страховка. Все, что нужно – это скальные туфли и магнезия для лучшего и безопасного сцепления зацепами. Здесь все держится на добром слове. Как некоторые участники, так и сама система судейства. За участниками фестиваля никто не следит. Все свои результаты они фиксируют сами вот в этом листке. Прошел трассу, спустился, записал результат. А если обманешь – пиши пропало. Потеряешь доверие в скалолазной тусовке. Сначала участники фестиваля проверяют свои возможности на квалификациях. Сильнейшие проходят финальные сеты. Лучшие из лучших получают почет, уважение и призы. Но главное, как уверяют спортсмены, это возможность пообщаться с единомышленниками и обменяться опытом. Такие фестивали мне нравятся, в первую очередь, атмосферой дружеской. И возможностью развиваться, пробовать что-то новое, соревноваться и показывать, смотреть на то, что способны другие люди. И смотреть, показывать, на что способен ты. Участник из Самары Данила Недумов не понаслышке знает об экстриме. Парень перенес 13 переломов. Но это не останавливает его покорять все новые и новые вершины спорта. В скалолазе есть категории. Самая сложная трасса, в которой я пролез, была 8Б+, по сложности. К примеру, на этом фестивале такой сложности нет. Расскажи, пожалуйста, о чем ты думаешь, когда ты лазаешь вообще? Ну, в основном я думаю о том, чтобы пролезть маршрут, как бы это банально ни звучало. Но, в принципе, в большинстве своем думаю о каких-то спокойных вещах, потому что помогать сосредоточиться. 24-летняя Марина Скотникова родилась в семье альпинистов и скалолазов. Любовь к скалам родители привели с детства. Скалолазание тоже для женщин, потому что очень хорошо смотреть на красивую девушку, которая красиво лезет. Иногда даже интереснее, чем на мужчину. По итогу фестиваля ребята из Самары стали первыми в командном зачете. Ульяновские атлеты на третьем месте в числе любителей. Виктор Мусихин из Перми стал лучшим среди всех участников. Рината Леулова, Юрий Конихин. Новости Управды ТВ.